В позициях, в своих тупийских, высоких позициях, честных, порядочных, там жизнь только устраивает, там жизнь переделывает. Это очень важно, все за им все. С его стихами мы жили в детстве, в школе, в юности. И сейчас, в этом возрасте, мы тоже находим для себя нужные строки в его произведениях. А ваши любимые стихи какие у него есть? Вы знаете, вот в детстве я читала, мне очень нравилось стихотворение, «Постарела мать за 30 лет». И я даже сына Алексея назвала в связи с этим. Я его так проникновенно читала, и оно мне так нравилось. А сейчас другие, более философские. Более философские, например, какие? Ну вот, ни о чем не жалейте в догонку. То, что сейчас упоминали, не нам. А у вас какие любимые стихи, Андрей Дмитриевич? Вот это, в детстве, в детстве. Самые, самые любимые. Какое? Ни о чем, ни о чем не жалейте в догонку. А как вы относитесь к тому, что Андрей Дмитриевич похоронен в Москве, а не в Твери, в принципе, на родине? Ну, вы знаете, а он из Твери-то все равно совсем не имеет значения, где он похоронен душа, его здесь все равно. Мы будем помнить, всегда так. Вот, есть памятные места, и есть в душе он у нас. А где я тело захоронено, не имеет никакого значения. Нас обширливались. И это моя земля, я скажу, это великая земля, потрясающая. И люди какие-то замечательные. И вся моя жизнь, и вся моя поэзия обращена прежде всего сюда. И великая земля, и великая земля, и великая земля. И великая земля, и великая земля, и великая земля. И великая земля, и великая земля. Какие молодые ребята, молодые люди, я думаю, что они все равно будут становиться лучше.